всем привет 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 мы сегодня с вами рисуем прямом эфире скетч за рисовку будто мы в путешествии и я вам сегодня расскажу на примере одного из города как можно создать свою иллюстрацию во время своего путешествия сейчас я быстренько покажу вам вариации да ну как это происходит на самое интересное и самое вспоминающие это когда вы рисуете в гармошке и и конечно я сейчас все все работы я не буду показывать из путешествий потому что мне довольно много ну вот одна из последних которые я за два дня можно сказать во время обучения вместо с учениками и рисовала вот на данном этапе я завершила работу да то есть не везде сразу удавалось полностью зарисовать где-то пришлось оставить поэтому мы сегодня с вами это все проговорим вы обязательно задавайте свои вопросы какие у вас будут возникать рисовать я буду сегодня в скетчбуке как раз дудл скетч здесь у меня есть работы с уроков кто видел так тут еще у меня шишечка там есть пошаговка и пошаговка есть мандарин как то видел вы можете это все пройти в онлайн и и также просто пошаговку открыть сайт и пройти и нарисовать вместе со мной сегодня сейчас я вам покажу как пример даже вообще очень-очень быстрый скетч это когда супер там надо было быстро нарисовать потому что во время обучения чем больше группа тем больше мне нужно уделять внимание всем участникам и допустим вы когда рисуете в компании это в принципе такая же ситуация когда вам нужно уделить внимание своим друзьям которые не рисуют и в то же время постараться хотя бы порисовать я думаю в течение там 30 минут часом можно вообще вполне создать полноценную даже иллюстрацию в зависимости от сложности и от того как вы будете рисовать ей как видите здесь показывала композицию примерно которую мы рисовали ученики билеты мы все обязательно вклеиваем наклейки и печатки мы постоянно носим с собой поэтому ну допустим какие-то иллюстрации вообще еще не доделала которые потом нужно будет в дальнейшем дорабатывать сегодня мы с вами будем рисовать карелию республику карелию да и там у нас которая представлена картинка сейчас покажу вот она у нас такая в этом картинка есть но это именно исторический парк но сегодня мы будем с вами рисовать совершенно другую композицию кстати вот видите билетики мы берем всегда с собой и так по материалам что нам сегодня понадобится скетчбук я буду рисовать развороте вы можете рисовать в любом формате который у вас будет линер линер чаще всего я беру либо 005 либо единичка допустим либо 003 вообще люблю рисовать более тонко чтобы потом даже много линии если вы сделаете чтобы потом это можно было перекрыть маркером так по маркерам по цветовой гамме у нас примерно будут здесь даже вот коричневатый возможно даже нам не понадобятся кто видел референсы у нас сегодня домик и лодочка и медвежонок деревянным мишкам и по гамме у нас примерно это домики там синенький голубенький ну их нас чуть-чуть побольше будет я уже подготовила всю выкраску которые буду рисовать из использовать я обязательно сделаю то есть вы сможете повторить обязательно всегда в на и моем наборе присутствуют серый и причем серые холодные кул да и серые теплые ворм грей неважно это может быть и копики у них также пишут кул и ворм грей то есть это такой коричневатый теплый серый поэтому их мы тоже можем использовать сейчас вот это вот маркеры у меня тач не путайтесь и точню тач твинтом это совершенно другой другой материал это профессиональные маркеры спиртовые ими я буду рисовать есть два вида это с кисточкой и есть с пулей вот поэтому я буду в принципе тему тему допустим если какой-то оттенка не хватает я беру те которые есть так теперь я за еще посмотрю какие у вас там вопросы были возможно сейчас секундочку как один вопрос я увидела больше вопросов я не увидела так постараюсь не пропустить ваши вопросы если что пишите еще разок потому что бывает добавляются люди и я не могу сразу увидеть бумагой я повторюсь это скетчбук дудл скетч здесь 200 грамм толщина бумаги и она односторонняя то есть она пропускает вот видите поэтому я сразу сюда кладу подложки на подложке у меня есть выкраска дополнительно у меня есть также листы которые мы кстати каждый раз во время путешествия мы дарим сертификат на обучение данном случае на этом месяце до в августе мы дарим сертификат на обучение онлайн дудл скетч три дня на любые уроки и набор бумаги как раз именно дудл скетч такая же как скетчбуке и в принципе я периодически вот рисую в ней тоже как видите так и в принципе все уроки которые вы видели на дудл скетч я выполняла на этой бумаге мои уроки так ну что погнали смотрим референсы какая плотность бумаги так по палитре понятно да то есть и повторюсь еще раз серые теплый серый и не договорила я бежевые обязательно и немного зеленых зеленых это буквально 34 цвета это темный зеленый средний зеленый и какой-нибудь более яркий это принципе одна из основных плюс сиреневый и голубой причем голубой именно вот это вот уже для нашего домика а голубой для неба это какой-нибудь еще светлее это 144 наверно вот спасибо спасибо я еще сейчас будем рисовать вместе так ну что я беру 005 линер сегодня начну им а еще в дальнейшем для детализации всегда со мной вообще мои неразлучные друзья так скажем это ручка гелевая сакура причем и любимая именно десяточка потому что она пожирнее поярче и поплотнее и два моих незаменимых помощника это белый черный карандаш для чего они они для конечного детализации например там уточнение контура это как раз черный карандаш он не сильно яркий а белый карандаш он больше для как раз высветления наоборот где-то либо показать блики тоже здорово подходит даже если вы где-то перетемнели можно аккуратненько карандашиком это заштриховать но в маркерах важно чтобы не особо видно было штриха штрих карандаша либо это намеренно нужно прям делать штрих до либо нужно это плавно пластично и мягко вплоть даже до растушевки но заметьте это не акварельные они сильно не мажутся как акварельные поэтому я использую их так но теперь мы начинаем с домика с чего начать вообще вы попали в путешествие да я буду во время рисования стараться объяснять потому что это сложнее в том плане рисовать и рассказывать совершенно там другую тему не то что там прям рисуешь а именно тему рисование так ну что рисовать путешествие в принципе на самом деле все вплоть от какой-нибудь замочные щелочки там не знаю декоративного элемента до каких-то сложных архитектурных элементов естественно самое распространенное это архитектура мы сегодня с вами как раз и нарисуем это домик он несложный но там будет присутствовать перспектива чаще всего я стараюсь говорить о перспективе которая у нас вообще чтобы не было перспективы чтобы мы смотрели вот прямо так вот на домик либо на дворец там не важно что у вас будет потому что особенно для ночков это очень довольно сложно я так сказала но мы сегодня с вами затронем перспективу так сейчас я себе открою домик этот вы себе тоже открывайте кто будет со мной рисовать я буду очень-очень рада так и что первое мы делаем мы намечаем мы начинаем с домика то есть вот мы идем идем такие да и видим домик из домика мы начинаем рисовать так сейчас почему мы с домика начинаем и просто увидели первое что домик поэтому предварительно я намечаю у себя домик так и отмечаю примерные точки где он у меня будет находиться то есть могу немножко отметить крышу сейчас я вот примерно как то так это будет не бойтесь если у вас что-то изменится в пропорциях то есть я рисую сразу кстати линером да и на трипах для многих это получается что довольно сложно отказаться от привычного карандаша сидящего дома да когда вы рисуете дома а тут вам говорят все карандаш забираю и вы будете без карандаша рисовать естественно это есть некая такая сложность поэтому ну даже сложность в отказе для себя так где найти референс домика они должны быть указаны и в самом дуду скетч вы там их найдете сейчас проверю кстати по моему в карусели будут да в карусели вот вы заходите пост и там все референсы будут последний пост дуду скетч в профиле да там же где у нас сейчас прямой эфир так и поехали дальше там у нас уже какая-то труба и заметьте и не знаю видно вам вообще или нет то есть я начинаю вообще еле-еле такими видными линиями рисовать это все для чего для того чтобы я могла в любой момент если что исправить так не чтобы вам видно тоже чуть-чуть сейчас я наверное чуть-чуть подвину дом потому что мне не совсем удобно так 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 и пошла у нас дальше перспектива самое важное отметить наш угол то есть первоначально вот мы начали рисовать с угла и мы этот угол обозначаем то есть вот здесь у нас начнется вся сама перспектива сейчас плохо видно на самом деле потому что я очень тонко рисую сейчас будет еще сильнее видно вы можете начать либо тонко тонко линером либо карандашиком намечать смотрите у нас будут еще два объекта поэтому чаще всего когда у нас домик то располагаем его больше по центру еще одна из самых таких распространенных ну не то что прям ошибок но зачастую каждый это даже на индивидуальность каждого ученика кто-то рисует очень крупно кто-то рисует очень очень мелко поэтому если вы за собой знаете какой-то момент из этих то есть если вы довольно таки крупно рисуете а значит постарайтесь нарисовать не крупно то есть старайтесь сразу для себя ставить в рамки намного меньше нарисовать да и уже подсознание все равно работает вы все равно нарисуйте естественно крупно и это как бы не изменить только с временем практики вот в дальнейшем у вас будет нарабатываться чувство вот это вот пропорции и вы будете ощущать где вам намного меньше нужно сделать девам покрупнее какой-то предмет сделать вот мы с вами сейчас домик будем стараться вместить в центр разворота практически то есть но все равно я его видите немножко сместила и к нему же добавлять сразу еще несколько предметов независимо как они у меня будут добавляться я рисую практически сразу полноценно ничего ну как бы даже если у меня еще что-то будет я все равно рисую полностью здание иногда я не дорисовываю какой-то бог и туда как раз хорошо накладывается 2 3 предмет так я себе вот намечу окно и дальше спускаюсь вниз вам должно быть еще супер удобнее потому что я мне сложно через камеру добираться до здания я можно сказать рисую стоя так что у нас здесь еще важно то есть перспективу зачастую многие коряю корежут или как их правильно сказать еще ну в общем портят конкретно так что у нас вот эта часть наоборот идет вверх учитывая что мы на домик смотрим снизу потому что он выше уровня наших глаз то даже не думая где там . сходу или еще что-то все равно мы будем видеть раскрытие вот в таком положении если бы мы на него сверху смотрели то мы бы видели как раз больше бы крышу так здесь у нас получится даже вот так как видите вот у меня там линия это осталось она вообще мне не будет мешать и потом небом ее залью или еще что-то сделаю с ней но переживайте за нее я не буду точно так 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 там уже пошло пошла следующая крыша и пошли вниз карнизы то есть я начала сверху для того чтобы я оставила пространство вверху чтобы у меня не было что домик вот прям вообще в притирку да поэтому я начала сверху и даже если у меня полностью домик не поместится я просто пропущу так вопрос какой-то был пропустила плохо видно линии сейчас будут хорошо новичкам конечно лучше рисовать с натуры в том плане что вы больше устойчивее делать ваш глазомер развиваете естественно это будет сложно это будет нелегкой то есть никто не говорил что будет легко но вы развиваете свой глазомер чем чаще вы рисуете тем еще лучше это все происходит так и пошли у меня примерно следующие домики следующие окна нижний ряд уже я их сразу отмечаю на одной линии то есть как видите я рисую сначала прямоугольники и они уже идут перспективу что значит идут перспективу они идут на уменьшение на сокращение так примыкает у нас следующая крыша здесь у нас посложнее и на самом деле вот этот домик он один из характерных архитектурных построек в карелии но но даже карелия в финляндии они вот прям схожи вот эти домики но обидно конечно то что когда приезжаешь в финляндию эти домики все вылезаны я так даже сказала к сожалению вот карелию не все домики есть хорошие домики которые уже отреставрировали либо поддерживают хорошей форме и бывают практически вообще разрушенные и очень много этого видно это конечно обидно так дальше пошли у нас веранда которая в принципе также характерно для карелии и видите я сейчас намечаю основные вот прям линии которые мне пригодятся в построении то есть это вот такое некое построение шаблона шапочка такая куда я буду потом рисовывать все детальки и заодно посмотреть куда насколько помещается мое здание так здесь окно и еще два окна сюда вот здесь вот гораздо меньше окно то есть я визуально тоже смотрю лога этот по пропорции поменьше окошечко это побольше эти на одном уровне допустим это все в соотношении к плоскости мы смотрим к нашему домику к плоскости имеется ввиду вот вас ровный лист и вы стараетесь ровно листу проводить эту линию потому что как только у вас едет линия ваш домик поплывет для начала конечно это не страшно но в дальнейшем когда у вас выработается глазомер вы будете делать это все замечательно и не старайтесь с первого раза особенно если вы новичок не настраивайте себя что вот сейчас у меня получится там шедевр конечно настраивайте точнее на то что у вас шедевр получится но не ожидайте того что у вас получится действительности на сто процентов шедевр особенно есть такие внутренние самокритики внутри до каждого нашего у нас у человека сидит который постоянно говорит нифига ты не круто нарисовал и на самом деле у меня это тоже периодически бывает это нормально но они нормально когда вы просто постоянно себя критикуйте и что у вас все неправильно вот во время скетча такого вот быстрого давайте себе возможность ошибиться давайте возможность ну как бы проще к этому всему относиться тогда у вас и начнет получаться потому что как только вы себя вот так вот ставить в такое положение что если шедевр не получится значит все я выкидываю там работу и вообще временно насмарку ни в коем случае каждый ваш рисунок это практика каждый рисунок это опыт и старайтесь больше просто рисовать даже если это ваше хобби я очень много знаю людей учеников которые рисуют постоянно которые находят время помимо работы помимо даже семьи когда порисовать ну я считаю это здорово и говорить что у меня нет времени это наверно самая такая вот отмазка отмазка до действительности не времени мало и у всех ну мало и мы будем выбираем приоритеты все у нас если вам это в приоритете значит вы будете это делать если нет значит вы не будете этим заниматься так ну что его такую шапочку прям сделала теперь я сейчас буду более подробно отрисовывать и для этого я наверное возьму потолще сразу линер ну потолще это вот сакура 005 как раз она потолще чем он допустим у кобика 005 так и начинаем мы уже прям более подробно и допустим линии делать так труба и уже добавлять маленькие маленькие детальки допустим слой наслоение какого-то элемента здесь вот я у крыши увидела фрагмент сюда пошла здесь очень резкий такой ракурс будет посложнее и самые вот эти вот передние грани я уже заметили я уже прямо и рисую более более прям четко то есть в принципе ваш линер в первый слой у меня был именно как карандашный но я не брала канадаш то есть когда мы рисуем карандашом все равно у нас мысль там стереть даже не мыслям и постоянно стираем мы постоянно меняем что ты и постоянно нам что-то не нравится порой даже нравится но все равно где-то там стерка и вот эта вот мысль того что а я смогу стереть она всегда нас да ну как бы успокаивает но на самом деле она нам порой мешает если вы рисуете конечно какой-то там академический рисунок либо люстрацию на заказ не на заказ неважно то есть в данном случае если вы хотите просто быстро нарисовать то рисуйте без карандаша я не говорю что не вообще не рисуйте карандашом нет я говорю про то чтобы как раз для чего вот рисовать именно линером для того чтобы сэкономить время многие может даже поспорят но вы попробуйте нарисовать так нарисовать так и я уже говорю из практики потому что я любитель как раз еще и покопаться в деталях порисовать побольше деталек то есть мне это нравится и если я буду еще и карандашом рисовать то я буду столько деталек рисовать стоит этот скетч превратиться в картину которую я буду рисовать несколько дней дай бог за 1 конечно нарисовать вот появляются ставни у многие кстати вот по поводу ставни тоже одна из распространенных ошибок уставни есть вообще у рамы у окон есть толщина многие просто берут и рисуют там палочкой нужно рисовать четкую линию и четкую толщину одно дело когда вы потом может быть будете рисовать гелькой и потом ее покажете это уже другая история там в любом случае быть толщина но тем не менее так 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 здесь более четкая линия столбик опять крыша там если заметили сидит голубь и на крыше и на окнах при много сентяна голубей этот дом стоит прям такой небольшой возвышенности и можно сказать упирается в центральную улицу центральная улица него упирается это город сортовала кстати кто присоединился не знает республика карелия это кстати россия многие будут спрашивают нужен ли туда паспорт какой-то особенный в плане загран нет это россия вы можете спокойно туда добраться в санкт-петербурге вообще мы стрипом едем на скоростном поезде и я уже туда ездила на ласточки и на целый день получается гуляете и обратно на поезд возвращаетесь я была кстати ездила я с самокатом там не везде хорошие дороги но тем не менее за счет этого я практически весь центр объездила до ездила до доехала до национального исторического парка где викинги да где музей викингов так почетче так и мне нужно следить за временем потому что что-то я забыла что у нас же время все-таки это скетч а то я сейчас уйду в детальки и все останемся мы с вами до завтра так вот детальки в плане решеточки там вот это все украшает все здоровски добавляет так окно если вы заметили в окна я не вырисовываю все 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 там детали я основную форму и придаю им толщину так еще и на самом деле мы с вами как раз сегодня разберем что мы три предмета вот домик это будет самый сложный в данном случае я знаю уже композицию примерную до что я сделал но когда выходишь в путешествие то ты этого не знаешь почему но тебе сложно сориентироваться что у тебя будет дальше особенно если ты не знаешь что за город что за место что за следующая локация будет который ты встретишь поэтому мы с вами сейчас как раз посмотрим как мы это будем делать и я вам покажу на этом примере так что касается вот этих вот досок до которые есть на домике я не рисую прям ровные ровные не то что ровные чистые ровные линии я делаю линию более прерывистую что мне это дает мне это задает такое направление как раз ты доски но за счет того что я не рисую полностью туда доску да она у меня не получается такая супер графичная она более лег более легкий такой рисунок потому что для маркеров на самом деле вот не требуется такая супер супер графика здесь наоборот скорее линер и он как дополнение линии таких построений так даже еще посильнее окно нам там не видно видно нам доски здесь вот так то что касается вообще туда уже дальше то но еще менее проработано может быть и допустим если вы видите на заднем плане ну к примеру что то еще то у вас получится что вы это уже будете рисовать не так подробно допустим как данный скетч еще и в завершение вот здесь с этой стороны у нас получается треугольные такие вот части украшательство домики так нижнюю часть и примерно где у нас завершается внизу у нас получается как цокольный такой этаж мы его наметим и кстати вот здесь вот интересно что вот до сюда идут прямые доски а дальше идут опять вертикальные то есть я все их не перечисляю я намеком и так вот их делаю потому что на самом деле даже самом скетче вы потом не все эти доски будете прорисовывать но вот эта фактура она вам задаста что это домик деревянный пригодится и старайтесь как бы к краям делать более четкую линию а дальше уже уводить потому что если вы так середины начнете ту линию она будет смотреться странно так пишите ваши вопросы я сейчас посмотрю по списку что дальше мы с вами не проговорили что нам требуется сегодня обсудить и если у вас есть определенные какие-то вопросы задавайте я с удовольствием отвечу так ставни и окна нижние так и у нас дальше уже вот тут маленькая какой-то там окошечко и идет травка кустики как я намечаю травку вот таким образом и и намечая и не вырисовываю она не нужна мне вырез вырисованная так и вот эти окошечки сейчас мы с вами еще дорисуем как бы как бы получается вот ну не то чтобы сложность а именно длительность в том что мы прорисовываем вот эти повторяющиеся элементы вот это время занимается зачастую так маркер чтобы взять с собой так как я подбираю допустим палитру когда я еду зачастую это ну вот в трипы мы едем это ограниченная палитра и когда в определенный город определенная палитра тем самым мы берем нужное количество мы не берем лишних там 100 штук маркеров да мы берем там около 50 хотя бы ну ну не более что это нам дает это дает нам свободное гуляние с большим чем с большим рюкзаком то есть мы не тащим все эти 100 маркеров на себе мы тащим там 50 штук маркеров поэтому когда вы в первые разы потаскаете эти 100 маркеров вы поймете что вы не заходит не захотите больше потому что большинство вот этот цвет тоже хочу это тоже хочу и этот хочу у меня тоже такое бывает на самом деле я каждый раз конец я не хочу это тащить и как я подбираю то есть допустим я знаю что я еду сегодня да то что рисуем я знаю что я еду сортовала но и не знаю какие там цвета именно домиков архитектуры либо я смотрю захожу на сайт ну да он в интернет смотрю примерные достопримечательности города и ориентируюсь приблизительно чтобы я хотела нарисовать и зачастую бывает даже вот какие-то такие города особенно в европе в питер взять к примеру москва уже более разношерстная такая но тем не менее если взять питер все равно таки более пастельные какие-то оттенки в архитектуре присутствуют но нужно понимать что вы еще собираетесь рисовать кто-то категорически не хочет им рисовать архитектуру да кто-то хочет рисовать цветочки кто-то хочет рисовать выпечки то есть вы из еще исходя из этого обязательно смотрите моя самая распространенная палитра которая практически всегда со мной и вот я вначале рассказала показала это серые холодные серые коричневые хотя бы по пять штучек оттенки голубой 3-4 зеленых разных тоже тонов и уже исходя из архитектурных каких-то моментов а ну и бежевый я тоже всегда беру штучек 56 тоже стараюсь разных оттеночков взять каких-то без более песочных каких-то более красного красно-коричневых таких вот так здесь я уже в принципе закончила домик поэтому мы сейчас перейдем уже сразу к следующему референсу и это будет у нас на мишка у нас покрупнее побольше и как раз вот если мы говорим не только про архитектура говорим какие-то предметы все равно зачастую предметы у нас редко бывает чтобы каких-то ну не то чтобы редко часто бывают яркие цвета то есть не ты не можешь угадать какой тебе взять розовый зеленый красный но основная палитра того что я планирую рисовать у меня всегда есть если я знаю что например мы едем в таллинн да там однозначно какой-нибудь кренделечек выпечку ну не знаем европе мне кажется однозначно практически везде выпечка либо к примеру мы идем рисовать домики там я смотрю какая основная цветовая гамма архитектуры либо ну к примеру вот выборг мы ездили там металл сейчас покажу вам маленький такой вот я успела тогда да то есть основная башня олафа вот видите здесь принципе использована основная палитра я не брала ничего лишнего ну то есть вообще другой другой гаммы коричневый коричневый серый зеленый голубой все и даже кренделечек который но я выбрал не дорисовала еще он он коричневый здесь серо коричневые тона и буквально только вот в этом здании будут появляться какие-то розовые оттенки но за вот этот момент я понимала что коричневый в любом случае будет то же самое я была сортовала да то есть все равно мне вот эти коричневые не присутствуют либо я подбираю ну допустим взяла я палитру и исходя из нее уже смотрю что я и смогу нарисовать даже если мне есть ли нет никакого-то оттенка но здесь вообще не дорисовано но не знает будет у меня вот в данном скетче ну просто даже смотрите мы если сейчас пролистаем видите везде архитектура всегда коричневые серые голубые они везде присутствуют бежевые вот здесь вот у меня вот розовый кстати и сиреневый еще сиреневая тоже всегда беру с собой вот два каких-то таких оттеночка они у меня тоже есть которые я могу также использовать здесь голубые и опять все вообще стандартная палитра ничего можно может даже палитра вообще до 10-15 штук маркеров доходить вот опять то есть если вы заметите то основная палитра везде практически это бежевый если вы конкретно знаете что у вас будет море естественно я сразу подбираю буквально три-четыре оттенка каких-то голубовато бирюзоватых оттенков но кстати вот здесь у меня практически зеленые цвета я голубой смешивала с зеленым вот все это вообще это вот прямо если возьмете эти цвета вы не ошибетесь и на самом деле если вы много будете брать цветов немного будете вы даже потренируйтесь по поводу гармошки ну естественно и и начинаешь вот отсюда вот вот от с этой стороны начинаешь но вы можете начинать ее вот как примеру я там я первое что нарисовала в гармошке домик и к этому домику я сейчас уже буду когда уже всю гармошку нарисовала я подхожу к нему прежде чем я его дорисовала я целую там линейку прошла целую историю пробежала прежде я опять вернулась к этому домику то есть я не знала где он у меня будет как он у меня будет но вот сейчас я спокойно могу продолжить эту гору куда мне нужно и я уже объединяю потом просто это все можно объединять можно наложением делать кто как делает так и опять же вот к примеру я рисовала данную гармошку я начала с этого края и конкретная композиция пошла вот видите у меня здесь пространство осталось потом я буду сюда додумывать надписи эмблемки какие-то делать наклеечки вот например такие вот переходы что-то заведу я буду это все объединять то есть это уже делается не на прям на месте бывает что на месте делаешь но зачастую это делается уже где-нибудь в более спокойной стране я рисую с обеих сторон если это консенсуал бумага вы рисуете с обеих сторон естественно зачем терять продукт там единственно по моему стык есть но он меня не смущает так смотрите медведь меня однозначно это предмет это я его буду делать прям практически во весь лист и также начинаю сверху то есть начинать сверху оставляя сразу пространство что мне это дает это мне дает то что я спокойно могу в рисовать дорисовать либо оставить куда-то либо допустим ну к примеру там половинку медвежонка взять либо его дорисовать но какие-то части будут выходить за край это тоже ничего страшного нет главное чтобы он у вас не упирался в край листа там головой либо ногой это будет уже не совсем прикольно так вот я намечаю примерно опять же пошла более таким пунктирным линиями тонким тонким линером как не сделать эту линию я просто еле-еле рисуем и на самом деле вот линером 005 им нужно аккуратно работать и зачастую новички да и я сама бывает из-за темперамента этом характера своего да я могу где-то надавить то есть я люблю такие потверже линии под чочи из этого могу испортить этот линер так 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 лапки и вот смотрите у меня вот здесь вот идет наложение я не переживаю я сейчас пока намечаю что у меня вот здесь будет лапка здесь 2 так вот тоже и потом просто поверх дорисую и ничего страшного не будут у вот во время скетча на улице в путешествие самое наверное такое вот не то чтобы странное но избегайте вот это узнаете состояние линия лишняя точечка лишняя вот здесь вот пупырка какая-то то есть вот вообще расслабляйтесь если вы будете так рисовать вы посидеть и быстренько и ваш скетча превратиться не в удовольствие да то есть все рисование у вас превратится именно в какую-то пытку для вас и мне даже порой жалко что кто-то вот так вот делает и за счет этого еще и ну не получается даже бывает ну и пожалейте себя чем проще тем расслабление вы рисуете тем легче и свободнее это получается вот во время прямого эфира например я разговариваю я вообще отвлекаюсь когда я рисую сама вот кстати когда отвлекать сложнее нам наоборот рисовать то есть мне нужно и разговаривать не могу прям четко четко прям сосредоточиться я постоянно отвлекаясь на разговор все разговариваю и там что-то порой даже тут произвольно идет рисование а когда вы я сама рисую то я естественно сосредоточиваюсь намного сильнее и порой это намного быстрее даже и получается рисовать так давно ли я рисую вы имеете ввиду мой прямой эфир давно ли мы рисуем эфир мы начали где-то в 7 минут наверное либо вы задаете конкретно мне вопрос давно ли я рисую если при меня туда я давно но с перерывом каким-то был был перерыв не небольшой в том плане что рисовала чисто там на заказы не для себя сейчас часто и для себя и для заказов она вот я как раз отвечаю нет рисую конечно я не знаю я из тех людей которые которые рисуют с детства и свою жизнь не представляет без рисования то есть это моя жизнь но не не скажу что я рисовала вот прям прям вообще всегда там с нуля в художественной школе я более серьезно начала рисовать в 13 только только в 13 лет ну как бы если говорить про художественную школу то там там с десяти лет до идут вот у меня там не получилось перепутали кабинет и так я но я несмотря на то что я не училась художественной до этого возраста я все мной рисовала это мне тоже в принципе по муглу и чем дольше вы рисуете естественно тем больше вас опыта это примерно как я не знаю как спортсмены как взять любого любой наверное даже вид деятельности которые вы хотите достигнуть чего-то вам нужно постараться но рисование на самом деле в этом плане проще если вы по-английски допустим вы вы учите вы не можете без большого количества там слов и знаний но вообще без знаний разговаривать то есть вы не сможете разговаривать то в рисовании без знаний вы сможете рисовать почему потому что вы интуитивно то есть все что вот вы ощущаете что вы рисуете здесь вот каких-то если вы рисуете для себя нету правил естественно со временем даже человек который не учился но рисует постоянно у него вырабатывается глазомер и дальнейшем он рисуется лучше и лучше поэтому даже вот почему самоучки они прекрасно тоже справляются с какими-то задачами и это за счет того что много практики много рисования так я примерно показывают эту текстурку такой там деревяшки и вот в принципе сейчас я следующему уже предмет подойду объектом там фактура этого дерева резного когда вырезал вырезали мишку там такие прям фактурки эти сделаны это очень здорово на самом деле привет привет и я слегка их отмечаю тоже линером чтобы потом не потерять причем я это делаю довольно-таки прям тоненькая если вы толстую рисуете то лучше вообще не делайте это можно будет сделать маркер в принципе вот здесь мне нужно прям выделить самого мишку лапки вот эти для того чтобы он был на переднем плане у нас посмотрю как там у него такие прощелинки как будто это его как раз подушечки и кстати нашла я вот этого вот медведя уже вообще в другом месте в сувенирке и кстати в сувенирке либо мы берем с собой какой-то предмет чтобы потом его зарисовать либо мы можем сфоткать и потом его дорисовать такие какие-то более простые предметы которые опять вы его нарисуйте вживую если вы возьмете а если вы будете рисовать сфотки будет наверное чуть сложнее в том плане что не всегда фотографии . так что-то пристановилась и вот они наши лапки поехали дальше все вот мишку мы в принципе сделали мишку вот если вы заметили мы очень быстренько его сделали можно было еще быстрее если бы мы не разговаривали но тем не менее тут будет текстурка фактурка вот наша композиция практически уже готова и нам осталось использовать наш третий референс кстати кто присоединился референс у нас находится в последнем посте в карусели так теперь я сейчас добавлю лодку и кстати не знаю буду ли я ее полностью рисовать в композиции с судном вот этим рядышком сказка прямо ну да домик сказка и лодочка сейчас будет так я сначала нарисую как раз ту лодку и в дальнейшем буду уже смотреть буду я дорисовывать крабы либо нет так но лодка у меня вот она прям с краю здесь уже будет так прям в длину еще смотрите как мы выбираем предметы и ну такой в один из важных моментов то есть у меня домик он более такой квадратненький медвежонок более вытянутый в ширину до моего скетчбука точнее в длину лодку я наоборот ставлю так чтобы она можно сказать поперек уже была и они все совершенно будут разные по массе по ритму вот этот вот ритма один из важных моментов который нужно тоже соблюдать так вот я примерно уже ее форму главное наметить лодки и дальше уже ее вырисовывать этот вот ритм он он задает как раз интересный фрагмент и смотрите не знаю вот в эфире сложнее думать думаю может просто лодку сделать либо добавить все таки это судно есть какие-то сомнения у меня так лодка еще прибавлю плохо видно у лодки есть толщина вот этой вот конструкции как так правильно сказать боковин дальше рисуем ограждение вот эти поручни так сюда добавим детальки и здесь уже вот по форме я смотрю что так мы возвращаемся вновь продолжаем и вот я наметил эту же лодочку одну часть теперь я ее прорисовываю там еще кстати интересно это я лодку взяла там здорово что есть часть как бы речки озеро и камушки это тоже задает ну как бы особенность природы ландшафта именно карелии где-то там побольше поменьше камушки так лодочка вырождение наше все таки пошло вверх такое небольшое труба как бы да но она у нас немножко в перспективе и она у нас от вот этого труба имеет толщину поэтому когда вы рисуете какие-то такие вот вроде бы казалось бы тонкие элементы все равно у них есть толщина даже если мы будем рисовать лепестки у лепесточков тоже есть толщина так там возможно как раз какой-то якорь в воде так сама доска сама лодка мне как-то будет загибом идти так толщина мы видим внутреннюю конструкцию лавочки внутри коробка какой-то ящик то есть такие вот элементы мы тоже рисуем они нам зададут атмосферу и еще более такую подробную интересную историю нашей лодки кто кстати видел у меня есть на моем канале я рисовала судно тимофеич там кстати очень здорово передается ну прям характер хозяина то есть моряка этого я в живую видела ну то есть живого в том плане что настоящего владельца владельца этого судна и прямо это так здорово перед передается так ну что давайте наверное нарисуем все таки это судно кто за судно кто без судно сейчас я еще как раз дорисую песенку ограждение которое подходит к нашему лодочке пристани так ну вот такие вот заблуждения вроде бы ее место здесь оставила ну что нарисуем наверное что нарисуем наверное что калинером потоньше то есть прямо таки вот наложение я дорисовываю еще одно судно которое рядом там с лодочкой было оно на самом деле не сложное но здесь сложный довольно-таки ракурс в перспективе но в принципе нет такого резкого то есть у него получается то боковинка она еле видна и в нашей композиции она довольно таки уместно поперек как раз там кстати такие лавочки нанесут внутри этого судна стоит мы его не будем нарисовать лавочки и так мачта так какие вопросы я вам еще не ответила надо же там посмотреть что мы еще сегодня должны с вами захватить так мы с вами как раз сейчас к цвету подойдем про цвет мы с вами поговорим именно по работе и по поводу того зачем рисовать за тем то что у вас остается впечатление которое на самом деле не не заменить никакой фотографией скорее всего фотография может быть лишь дополнением вашей истории в скетчбуке это настолько живое живая история которая ну незаменима никаким фотоаппаратом конечно фотографии это тоже здорово я даже не буду спорить там не обсуждается но история скетчбуке где вы можете делать постоянно то есть как арбук да это заметки для себя это будет гораздо интереснее так посмотрим что мы потом в итоге сделаем судно кстати называется бывалый вот это тоже забавно сюда немножечко порезче все вот эти изгибы они являются в принципе дополнением для построения нашего так крепежи крепежи примерно так будет выглядеть наше судно на заднем плане я его так чуть чуть дорисовала дальше уже буду по ходу наверно даже маркерами смотреть что дорисовывать так здесь еще прикольно то что водичка продолжается да нашу речка и вот здесь вот такой вот кустик который тоже объединит зеленью все наше всю нашу историю так здесь посмотрим что у нас там может зеленью тоже продолжим вот смотрите наш в принципе разворот уже готов и допустим сразу на этом даже этапе я вижу что у меня здесь осталось такое пространство и сюда я могу сразу поставить печать печать мы чаще всего конечно ставим по итогу ну вот сейчас я вот прям знаю что я ее хочу сюда главное ее правильно еще поставить вот такие печатки мы всегда ставим еще дополнительно бывают какие-то даты там и надписи можно по-английски по-английски можно будет написать там либо вот в длину наверное даже вот сюда вот так будет интереснее сортовал написать я вообще с карандашиком отмечу к примеру примерно вот в таком порядке можно будет сделать надпись либо вот здесь где-то либо здесь отметку как какая это . именно может быть адрес до дома так теперь переходим к цвету и в принципе вот как видите час у нас занял полный разворот заметьте это полный разворот композиции то есть это совершенно разные локации в течение дня мы с вами идем и зарисовываем мелкие штуковины самое сложное это была архитектура и она в принципе всегда затрагивает больше времени по цвету мы с вами сейчас быстренько захватим здание так ну не здание точнее наш домик и здесь сразу определяем цвет цвет у нас будет такой синеватый и я возьму тот же листик бумаги для палитры я всегда всех прошу сделать обязательно выкраску ваших цветов когда вы идете едете неважно и либо она у вас всегда есть ваша выкраска цветов и вот смотрите в принципе по выкраске сейчас она еще даже подсохнет будет сразу понятно какие оттенки нам наиболее подходят в принципе те которые я и беру чаще всего с собой вот эти нам идеально практически подходит так что сейчас еще что у нас здесь 185 еще посмотрим но он даже сильно голубоват нам более более такие сероватые цвета даже если у нас нет допустим сероватых нужных оттенков мы можем использовать серый цвет смешивания что мы делаем пошли по домику рисовать так обязательно если у вас бумага односторонняя мы подкладку делаем что касается заливки то есть я как видите сейчас досточку каждую не вырисовываю не заливаю я все заливаю общим тоном но чтобы он у меня был не просто вылезан одним цветом я добавляю сразу несколько оттенков что мне это дает это задает мне сразу и текстуру домика фактурку такое дерево и в то же время не дает мне сделать его каким-то сильно там вылезанным выкрашенным стараюсь конечно я в направлении доски делать но даже если мне этого направления здесь нет тут ничего страшного в данном случае у нас такой пошкрябанная пошкрябанная краска которая не нуждается вот в этой вот идеальной заливки так чуть-чуть подсыхает что касается заливки там дала то либо если у вас не кисточка а вот пуля заливки делайте дала то пуля и делайте только детализацию кстати вот здесь у меня уже корабля мачета пошла я ее постараюсь обойти но даже если вы залить ничего страшного гелевая ручка спасет нас всегда так и о чем я о чем я забыла о чем я говорила отвлеклась на эту белую гелевую ручку а по поводу пули да по поводу пули и пуля она не делайте заливкой пули если только прям супер мелкие детальки туда то старайтесь до лото все делать если у вас вот есть сторона пуля и до лото если у вас кисть конечно кистью намного будет круче вот и где-то я сразу прохожу второй слой если подсох почему если подсохла потому что если у вас не просох маркер то у вас он еще сильнее будет растекаться по бумаге так там где посветлее я наоборот стараюсь прям вот эту часть она уйдет туда за мишку я буду акцент на детализации именно вот в этой части делать так потом я смотрю на домик и у меня появляется множество там коричневатых оттенков я беру свои теплые серые W это может W3 даже наверное W5 сейчас будем смотреть но вот W3 я могу именно даже еще светлее все таки два вот светленькими такими смотрите вот это оттенки W1 W3 и W5 пока возьмем а там даже наверное нужно будет и потемнее ой это W2 думаю что они почти одинаковые вот W5 вот и этими оттенками я сразу прохожу даже вот взять единичку прям залить вот эти все ставни и есть еще такой момент что заливать сразу все там если вот этот вот центр заливать если я вот так вот вот у первых залила значит я уже практически все залью если бы я на растяжку допустим сюда на нет будет уходить то там я смогу оставить даже не завершенно то есть поэтому когда вы заливаете ставьте акцент самое главное ну на тот центр который вы планируете залить если вы заметили то я прям залазью за контуры что я делаю я делаю тоже сразу вот эту пошкрябность дополнительные я добавляю эти пятнышки оттенки чтобы у меня уже заиграл какой-то цвет более натуральный вот этой пошкрябности вот этой пошкрябности который нам задаст еще больше ну в данном случае на самом деле в скетче это задаст еще больше такой шарм интересный атмосферный скетч потому что вот эти старые домики пошарпенности это все очень здорово смотрится так вот здесь еще не дозаливала почему я вот прям вот прям вот так вот не мелко делаю да не вырисовываю потому что я знаю что это все у меня потом еще и перекроется то есть в данном случае там еще и тень где-то ляжет и где-то эта фактура мне даже нужна а холодная мне холодной серенький я возьму это будет сейчас наверное еще единичку возьму троечка и единичка это будет крыши крыши там металл как раз и там более холодные такие серые оттенки металлизированные как раз металл он может быть как теплым так и холодным в данном случае вот там кровля она такая металлизированная алюминиевая она все-таки ближе к холодному так сразу могу залить окна чтобы они меня не были дырками прям вот так вот и заливая потому что это бледненький такой тоже окно и смотрите вот здесь нижняя часть у нас белая часть я увожу то что в тени сереньким и дальше у нас здесь судно я на судно тоже могу чуть-чуть залить так и троечкой возьму пройдусь уже по свету и тени и здесь удивительная история вот эта вот часть у нас попадает в свет это в тень когда у нас возникает вопрос откуда свет откуда тень установите себе правило я вот сделаю что вот здесь у меня будет свет вот вот здесь где-то и эта часть вот эта вот часть у меня уйдет в тень то есть вот это вот эта вот часть она уйдет мне в тень следовательно и труба у меня уйдет здесь в тень когда мы рисуем по фотографии это сложнее и сложнее когда солнца нету четкой вот этой яркой тени это тоже сложно когда нет солнечного денька так и для того чтобы мне сейчас повыразительнее сделать окошечки Я, наверное, возьму, сейчас посмотрим, сиреневый, такой вот бирюзовенький, бирюзовенький, а лучше сначала просто голубеньким, сейчас пройду, внутри. Причем прохожу я такими, как пятнышками, серый мне уже туда тон увел, окно это, да, там есть коричневые всякие ставни, но ничего страшного не будет. Вот, если я их залью, потому что их не видно, они очень мелкие, и в этом плане отличается, когда иллюстрация, мы уделяем много-много времени мелким деталям, когда мы рисуем более быстрый скетч. Вот, смотрите, он, в принципе, такой бирюзовый, хороший цвет, но он довольно-таки яркий для данной картинки. Поэтому я даже, наверное, не то что яркий, он такой бирюзоватый сильно, я даже, наверное, перекрою его либо серым. Либо сиреневым, там, смотрите сами, по своим оттенкам, какие у вас есть, но здесь холодные будут. Сейчас, наверное, серый прям возьму, прям потемнее. Сильно темные сразу тоже не берите, почему? Потому что перетемнить легче, чем потом высветлить. Так. Что я, как я рисую окна? Я смотрю по пятнам, как там происходит это все дело, и заливаю, и еще добавляю вот эту вот растушевочку. Так. Выше там темнее. Окна. И сразу же можно сереньким, темным, да, вот этим пройти и показать, где у нас объемные части у нашего домика. Чтобы сразу понятно, где выступающий, точнее даже так вот. То, что объем. Объем, оно и получится, когда мы его утемним. Под крышей вот эти части, они тоже сразу можно прям темным показать. И, следовательно, тоже у нас сразу появляется объем. Окна. Такая немножко даже, я бы сказала, как живописная у нас часть. Здесь вообще прям темные окна. Сильно черным или еще каким-то я не забиваю, но промежутки какие-то оставляю. Пам-пам-пам. Так, сейчас посмотрим. Можно будет холодненьким растушевать синим. Это все дело. Это у меня такой PB183. Где-то там даже белые оставляем. Так. CG5. Усилим трубу. И, смотрите, я не просто заливаю ровно, я ее уже вот прям сверху темнее, а к низу светлее, чтобы у меня игра света пошла. Так. Еще утемняем. И вот эта крыша, она наоборот у нас такая прям бликует немножко, но под ней вот этот участок мы сразу утемняем. Так. Ну и что, теперь мы можем добавлять коричневатых побольше, где требуется, чтобы задать вот эту вот текстуру деревянности, даже элементов вот этих. А там, где у нас побольше уже пошли такие деревяшки пошарпаннее, да, посильнее, мы прям можем добавить вот VG5 и VG3 чуть-чуть подрастушевать. То есть, чем такое пофактурнее оно получится, тем оно будет интереснее. Затем, только главное, не забывайте под вот этими участками, где темные тени, вот от каждой потом вот этой ставни, от рамы, да, тоже будет темная. Здесь вообще она сама по себе темненькая. Так. Ну, в общем, можно там долго сидеть, можно наоборот недолго сидеть, можно даже оставить примерно на таком уровне, только еще буквально кое-где подобавлять этого синего. Главное, что вы видите, у нас сейчас появился объем на здании, что оно у нас не плоское, и где-то, может, даже еще ярче нужно будет потом сделать, чтобы вот эта часть еще сильнее выделилась, вплоть до вот еще раз пятерка нужно пройти. Синенький. Не, как бы, не бойтесь, не то, что даже не бойтесь, а старайтесь смешивать маркеры между собой. У вас будет интереснее цвет, оттенок. Так, и немножко вот так вот фактурку я задаю ритмом уже, как бы, досок. Не везде. Кое-где. Там я коричневым делала, теперь синим, потом опять вот коричневым. Ритм этих досточек. Потом посмотрите, на самом деле, вот сейчас вот у нас синий может даже его поярче, а чтобы его поярче, скорее всего, на тон, если мы возьмем именно поверх этого уже маркера, не просто вот отдельный этот цвет, да, а именно на него нанесем, он задаст нам нужный оттенок. Не первоначальный, а вот именно когда уже с наложением. Поэтому я зачастую говорю, накладывайте, смешивайте оттенки, будет совершенно по-другому получаться. Так, что мы сделаем с вот этими окнами, которые у нас такие кажущиеся не совсем ровные на данный момент, да? А, еще крышу сейчас мы бликанем. Пятерочка нам нужна холодный серый. Чтобы у нас вот здесь вот появился как бы блик и показать наше направление на крыше. А как мы это делаем? Мы делаем именно с заливкой пятнами. Вот такими вот пятнами, чтобы наш металл заиграл. Так, сереньким еще приглушу окна, чтобы они мне сильно таким синим не отдавали. И еще зависит от бумаги. В зависимости от бумаги бывает по-разному выделяется цвет. И, допустим, на дудлах, на этой бумаге она чуть-чуть высветляет. Вот. Поэтому где-то может даже нужно будет пройтись два раза, а порой и еще разок каким-нибудь прям еще темнее оттенка. Вот, к примеру, вот он темный пошел и сразу видите, как его четко видно. Вот. Но главное не перетемнить. На передний угол я себе позволю это сейчас, а дальше уже буду смотреть позже. Позже. Так. Там отражение идет толщиной, поэтому, если вы понаблюдаете, то тень внутри окна, как бы отражение от рамы. Так. Ну что. Сейчас я увлекаться буду. Что мы делаем гелевым? Мы делаем вот такую вот красоту уже. Прям поверх того, что мы нарисовали. Очень сложно довольно-таки мелко там рисовать будет тем же маркером. Поэтому мы можем выделить сейчас еще сильнее наши окна уже на тоне том маркере, который мы нарисовали. И если потребуется, поверх гелевой, когда она высохнет, обязательно, чтобы она высохла, мы сможем еще, если что, добавить цвет. То есть, если нас там смутит белый, либо вот мы создаем как раз вот эту вот штукатурку, точнее не штукатурку, а краска, которая облупилась. Фактуру. Так. И то, что дальше, как видите, можно еще менее проработанно сделать. Если я здесь уже прям четко там делаю, то меньше, меньше и все меньше и меньше. То же самое на направляющие у досточек. Мы также можем беленьким задавать. Сколько набор у меня маркеров? Ну, сейчас у меня порядка 50, наверное, лежит передо мной. Но в скетче мы использовали, вот мы сейчас брали только вот, допустим, вот этот, вот этот, вот этот. Из этих мы брали вот так. И темненький. Вот этот уже оказался нам особо не нужен. И вот эти серенькие мы брали. И темные цвета у серых. Все. То есть, у нас сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, где-то десять цветов. Так. И черным карандашом, вот как раз я хотела вам показать, что я делаю черным карандашом. Вот, вот эти вот еще более четкие линии. Но карандашом мы работаем вообще в самом конце. Я вот специально сейчас показываю на этом этапе для того, чтобы вы, я успела вам показать, для чего этот карандаш. Почему потом, потому что после этого он уже будет плохо ложиться, на него там гелевая, к примеру. Маркер может размазаться кое-где. Так, вот сюда еще добавлю. А, и у нас здесь вот ниже окно пошло. Вот это я окно сейчас тоже вот залью. Так, а какие гелевые ручки использую использовать? Простые, на самом деле, тоже можно, без проблем. Вопрос в том, что нужно их проверять на месте, чтобы они ярко, хорошо, сочно писали. Потому что зачастую, бывает, они шкрябают. И я прям проверяю любые вообще, на самом деле, проверяешь. Но мои любимые вот Sakura, десяточка, еще есть Roller Ball. Сейчас покажу вам, как она выглядит. Вот такая вот. Так, как она, гибрид гель. Видно, я не знаю. Вот такие я люблю еще. Они тоже хорошо, как десяточка. Она как раз единичка размер. И еще есть у Uniball. Тоже мне нравится гелевая. Но там тоже нужно проверить. Так, смотрите, что касается металла. Вот здесь мы тоже все можем сделать гелевой. Вот эти вот всякие элементы мы можем спокойно сделать. гелевой. Так. И черным карандашиком. Если потребуется, гелевая у нас высыхает. Мы еще можем наложить где-то там. Оп. Потемнее. то есть это такие вот мелкие-мелкие уже пошли и всякие штуки живописные, которые можно, можно делать, можно не делать. Можно увлекаться, можно не увлекаться. Но чтобы передать скетч там побыстрее, то мы можем этого не делать. самая, наверное, такая проблема, ну не проблема, а вообще момент, когда мы увлекаемся, а у нас оказывается мало времени на этот скетч. И тогда мы ничего не успеваем. Поэтому одно дело, когда вы можете себе позволить, да, вы знаете, что вот я здесь могу хоть там до утра сидеть. Ну, грубо говоря, там три-четыре часа. А другое дело, когда у вас там друзья знакомы или еще кто-то зовут и все уже, типа пошли гулять, все надоело ты нам с своими рисунками, либо еще кто-либо, который вообще не рисует. И ты приехал совместно, а сидеть просто на одном месте никто не захочет. Особенно если вы приехали узнавать все, смотреть и гулять. Ну, кстати, вот во время посиделок там в кафе, когда все сидите, болтаете, вы в этот момент спокойно можете либо рисовать, либо дорисовывать как раз то, что вы где-то успели начать. Пока там где-то кто-то присел отдохнуть, там, не знаю, какой-нибудь там момент. Пока кто-то ходит по всему музей, вы нашли что-то такое, что вот прям хотите очень нарисовать, либо уже были в этом музее, но хотите порисовать. Ну, то есть найти время, в принципе, можно. В крайнем случае, вы можете это хотя бы нарисовать в линере, это один момент, и потом рисовать уже по фотографии, сфотографировать по фотографии в цвете, либо вообще рисовать по фотографии, как мы сейчас делаем. в линере. Но я видела вживую это здание, я видела, как оно выглядит вживую, и уже все равно немножко другое представление. Это тоже влияет на самом деле, и мы тоже обсуждаем это постоянно, когда вот рисуем с фотографией, периодически нужно что-то увидеть, подсмотреть, не успел где-то там заскетчить это. Так, ну, в принципе, все, я пошла уже углубляться, но вот такими вот штуками уже именно карандашом и гелевым можно задетализировать. но ни в коем случае не делайте просто вот так вот, ну, к примеру, у вас пошел этот домик, и вы вот так вот все дощечки, все вот так вот досточки со всех сторон все показали, да, разукрасили, нет. Сделайте это, и будет сразу у вас такая вот напоминать дешевую компьютерную графику. Даже если у вас суперреализм, вы все равно посмотрите, у вас не будет одинаково ровных линий постаряющихся, да. Они все равно будут где-то потолще, где-то почетче контур этот, где-то коричневатый, где-то беловатый. То есть это задаст вам вот этот тоже дополнительный ритм и фактуру. Так, ну, здесь вот такой поручень там был, я его тоже покажу. Что касается окон, здесь на самом деле можно чуть-чуть добавить гель, карандашика, либо гельки поверх, но если мы будем сейчас растушевывать здесь, они маленькие очень, да, то у нас будет кашмалаш, поэтому гельку я не добавляю прямо на стекло, я максимум где-то точечку и направляющую, сильно не дроблю. И там вот, где темненький цвет, оно у нас очень хорошо гелевое всегда ложится. Так, вот это вот, видите, можно либо увести, либо наоборот на нет оставить. Hello. Просто утемнело, чтобы у нас еще больше выделилась вот эта часть. так, дальше что, у нас еще вот там внизу была часть беленькая, да, ну вот я буквально задам фактуру там и все. и перейдем мы сейчас к зелени. Вот это окошечко, тень я уже показала, фактуру вот этой вот штукатурки я вот таким прям образом рисую. здесь вообще утемняю это все дело, темненький, 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 да, тоже темненький. точечками, чтобы у нас вот эта вот пошарпанность, она тоже появилась. вплоть даже если у вас есть вообще там какой-нибудь бледненький-бледненький, можно даже залить. но вот я бы оставила беленьким, чтобы у нас такой поярче был цвет белый чистый. и здесь у нас рама. видно нам ее. здесь, кстати, вот она уже простая, да. карандашиком добавим. какие-то моменты я даже уже вообще не смотря на референсы дорисовываю, я просто уже на ощущение интуитивность какие-то моменты такие вот. я их добавляю. плюс у нас еще на самом деле довольно-таки такой некрупный рисунок здания, если мы будем сильно его детализировать, мы не сможем его даже так сильно детализировать маркерами. так, зелень, 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 которая у нас может быть даже связующим в дальнейшем, поэтому мы можем сейчас взять еще дополнительные оттеночки. сейчас посмотрим. такой зелененький, более бледненький, поярче такой прям и потемнее. ну вот в принципе наш набор. есть еще пожелтее, ну сейчас посмотрим. может быть совсем чуть-чуть. нет, не хочу. начиная вот я прям бледненьким, то что у меня уже есть кораблик ок, если бы у меня не было кораблика, ну к примеру я рисовала это место на том месте, где я рисую нашу деревушечку, нашу избушечку, я бы наверное ну просто не до конца где-то просто заметила, что там есть зелень и все. ну вот на примере, как вот здесь, я сначала нарисовала эту башню, потом эту зелень, и вот я не знаю, что у меня тут будет дальше, к примеру, и я оставила, не доверяя. вот примерно так же это можно делать в любом скетче. и я зеленый прям, сейчас я уже примерно вижу где, даже я могу за медведя сделать эту зелень. и на самом деле я стараюсь все-таки задавать фактуру зелень. так, сейчас у нас такой булгорок, это у нас еще и объединит наш разворот с предметами всех трех. так, тут у нас деревце за одно. то есть светлым, как правило, я просто отмечаю, где у меня что находится, именно из зелени. а потом я уже начинаю это все красивенько задавать уже более темными оттенками. в данном случае у нас прям травушка, травушка. если это дерево, то это будет пятнышками вот такими. и там уже будет играть тоже свет тень. оставляем промежуток света и уводим остальную часть в тень. верхушечка чаще всего светленькая остается. а вот трава, хоть она у нас и далеко, но она все равно там виднеется. я стараюсь кое-где прям саму фактуру, вот направление травы показать. так, наше время, наше время. сейчас мы как раз перейдем к следующему. ну, к примеру, даже на этом мы можем оставить. сейчас и уже потом, исходя всего разворота, мы будем смотреть, куда что еще можно подобавлять. где-то я даже, наоборот, утемнила бы, наверное. да, зеленый. почему? потому что у нас там есть белые цветочки. я вот просто сейчас покажу, в дальнейшем можно это еще более детально показать. и такие вот белые цветочки я смогу показать на переднем плане кое-где. может, даже еще сюда сильнее выведу, но это будет здорово. так, наш мишка. вот мы как раз уже отметим дальше, какие у нас были цвета. сейчас карандашком себе отмечу. то есть у нас было десять и еще вот три цвета. причем я еще темный не использовала. самый темный. сейчас покажу. вот видите, то есть если еще темнее, у нас еще больше объема появится. я его пока не использую, потому что я в дальнейшем посмотрю, насколько и куда мне его добавлять. все, а то сейчас увлекусь этой травкой. это такое дело. сейчас на передний план. вот я вам задаю саму тематику. вы дальше можете сами это доделать. так, теперь поехали к мишке. и наш мишка. сейчас. он у нас прям светленький, такой бежененький. для этого мы возьмем уже как раз светленький, бежененький. и в принципе нам понадобятся серенькие. так, сейчас посмотрим какой мы возьмем. это сильно желтый. то есть у нас такое светлое дерево. наверное, это возьмем. сейчас еще, наверное, даже знаете, у меня есть копиковский цвет поблизости был. е40. куда я его положила. и, наверное, я его вот прям, да, вот хороший такой цвет. его вот этот вот для теплоты. и, наверное, ну вот здесь можно поиграть побольше цветами. можно на самом деле серенькими просто поработать и не заморачиваться. можно вот, кстати, вернуться к нашим WG сереньким и порисовать им. то есть вот он. вместо того, чтобы там искать какую-то прям супер палитру. так, что я делаю? для того, чтобы мне, в принципе, даже ту же фактуру показать, мне все равно нужно набрать тон. я сначала не смотрю на его текстурку, вот эту вот выпуклость и всю остальную историю. я ему просто задаю объем. так объем именно там, как вот падает источник света на него. падает он на него сверху. вот так вот. следовательно, вот пузико у него объемное и туда уже сразу уходит в тень. вот эта вот часть тоже. причем, видите, я пока еще даже не заливаю его полностью, хотя этим цветом можно было даже, наверное, его и полностью залить. но я работаю уже с объемом. почему? потому что вот на заднем плане у меня домик уже почти готов. и для того, чтобы даже если я не успею сейчас мишку дорисовать, я его хотя бы укажу вот так вот легким-легким тоном. с объемчиком. так что мы, в принципе, в путешествиях и делаем, даже если мы не успели дорисовать, мы оставляем это на ужин, к примеру, либо на обед, и дорисовываем уже это там. так добавлю я такого немножко посочнее оттенка. и хочется все-таки пожелтее. у нас получается либо очень желтый, либо не желтый. сейчас будем сереньким еще добавлять. тепло-серым. единичкой и либо нулевочкой. в g. wg, точнее. так, и сразу прям поработаем с тенью. здесь, кстати, совершенно другой источник света в том плане, что это освещение внутреннее в помещении, и либо когда вот у нас солнечный день, вот именно так четко видны тени. в этом плане очень хорошо, кто вот их не видит, можно их увидеть более отчетливо. и этим светленьким я уже работаю с объемом. можно в дальнейшем будет подписать, что там это дом, там на горе, там траляля, мишка в сувенирной лавке. то есть вот такие вот исторические моменты вашего трипа, вашего путешествия. это можно все запечатлеть. и все, на самом деле, вот здесь я сейчас просто буду работать серыми, тепло-серыми, где-то холодные серого добавлю. и четко вообще смотрю по предмету, где на него падает тень, и добавляю. Единственное, что я добавлю, наверное, сюда, это холодненький, либо можно голубой, либо вот я сиреневый хочу, чтобы у нас появилась вот эта падающая тень похолоднее. и она у нас ощущалась. чтобы не сильно она яркая, я могу ее всегда еще и приглушить поверх сереньким, либо наоборот, ею поверх, когда рисуете, она тоже становится менее яркой. так, где-то на единичка, по четче нам сразу поярче. пам-пам-пам. так, вернемся к нашим холодным серым, троечку возьму, и уже вот прям где со стыковки добавлю холодного, чтобы у нас появился объем. такая Карелия, русская Карелия получилась прям. медведь, домик. на самом деле что, ну там же лес, вокруг природа, и у них, ну как бы символически вот эти все моменты. это мишки, олени. так, и вот чтобы задать такую фактурку, я вот просто беру вот маркером, я не перечисляю ее всю, причем я даже могу там, где больше света, вообще ее не делать. но такими вот мазочками, вот как бы впадинками, я их, я ее и создаю. так. и там, где опять же говорю, потемнее, можно сразу, на самом деле, вот, если вы уже знаете, что там бумага больше впитывает, либо бумага больше съедает оттенок, либо наоборот, она нам очень темная, то вы можете изначально знать, где-то может сразу еще темнее взять. а где-то, наоборот, посветлее. и вот я прямо сейчас акцентами сделаю темные участки, и могу перейти к лодочке, чтобы мы с вами разобрали полностью этот разворот. то есть, главное, вы поняли суть, как мы это все приводим, подводим к итогу, и к завершению. так. ну вот, примерно так. потом уже более детально вы можете взять, опять же, этот карандашик, и еще четче это все сделать. прям прорисовать толщинки, прорисовать щечки, тени еще четче где-то. это все можно, на самом деле, каждый рисунок можно рисовать, либо час один только мишку, одного только мишку, либо вот как мы с вами уже, ну вот второй час, да, пошел, закончится сейчас, еще даже не закончился второй час, как мы рисуем всю целую композицию. так, ну что, мы переходим дальше, то есть вот эти вот моменты, то, что я вам сказала, можно просто дорисовать. довести по пути в кафе, или еще где-нибудь. так. но главное не перетемните, то есть дерево должно остаться все-таки деревом светленьким, а не темненьким. так, и что у нас тут осталось? лодочка. смотрите, сейчас я вам такой момент покажу, как мы можем это сделать, если вообще у вас мало-мало времени, ну, к примеру, ну, вы успели там 10 минут лодочку нарисовать, и 10 минут вы понимаете, что у вас есть время чуть-чуть поработать цветом. что важно, это самое такое важное, это уловить оттенок вашей лодочки, и уловить свет тень. и уже потом по фотографии вы можете это тоже, в принципе, доделать, но вот я сейчас так вот ярко сиреневым беру, потому что я четко показываю, где свет и тень. там внутри кабинки. так. и поверх этого, ну, я уже приблизительно начинаю подбирать оттенок, то есть я вот прям по времени примерно ориентируюсь, это бежевая однозначно. Причем там лодочка у нас такая вообще убитая. Сюда, на самом деле, я пока не добавляю вот этот голубой цвет, не знаю, будет ли он вообще, но теневую часть я сразу указываю. вот. Оно у нас, понимаете, оно, даже если мы бросим этот фрагмент сейчас, оно у нас в любом случае будет более-менее завершенное. Возвращаемся к нашему зеленому, светленькому, и нам нужно сделать такой более бирюзоватый. И возвращаемся к нашему голубенькому. Это история о том как раз то, что многие не смешивают, а нужно смешивать. Берем зелененький и берем голубенький. Вот он у нас полимерно бирюзовый цвет такой получается. Учитывая, что у нас там и сиреневый был, ничего страшного. У нас, получается, разные вот эти оттенки, они смешиваются, получается довольно сложный цвет. Поэтому, если вы в маркерах не находите определенный цвет, который вам нужен, и особенно если вы знакомы с акварельной живописью, вы начинаете смешивать также примерно оттенки. Главное, чтобы это были не темные там, синие, темные, зеленые. Это будет уже, естественно, темный какой-то цвет. Либо, наоборот, светлый с темным. Их точно нельзя смешать. А вот светлые между собой замечательно будут смешиваться. И дальше у меня пошла лодочка. Объемчик. Я возвращаюсь к нашему опять коричневым. Серым. Троечки, пятерочки. То есть я, как видите, в принципе, новых не беру маркеров. И у нас порядка там 15-ти, наверное, получилось. Даже меньше, по-моему. Так, вот, троечкой я прохожу уже прям по лодочке поверх. И пятеркой могу уже прям вниз еще утемнить это все дело. Нам важно уловить вот этот цвет. То есть мы можем даже там вот за, ну вот внутри лодки не делать. Мы можем только показать объем. Цвет мы можем не делать, я имею в виду. Но показать, если вам нужно уловить этот цвет, вы знаете, что вы будете дорисовать или даже не будете. Но хотите уловить этот цвет, вы можете примерно таким образом это сделать. И легкая вот эта пошкрябанность, это все создается вот такими вот, можно сказать, ляпами. Так, самым, ну не самым темным, темным семеркой. Тем же все коричневатыми, серыми. WG7. Думаю, куда я ее делаю. Это девятка. Семерочкой. Я добавляю вниз. Так. Ну и вот таким образом можно там еще с этой текстуркой играть, играть, смотреть и смотреть. То есть, конечно, разворот, он, как правило, забирает больше времени. Но когда вы это делаете в течение всего дня, а не все сразу. Естественно, это все совершенно по-другому. Вы не устаете от этого скетча. То есть, сначала нарисовали одно, потом другое. В принципе, вы можете этим пользоваться и во время там рисования дома. Нарисовали один фрагмент, потом дорисовали другой. Так, теперь я покажу как раз наш голубой, где он делся. Нашему голубому возвращаюсь. Так, вот я убрала его. А, вот он. Задаю водичку. Сейчас он высветлится. Прям туда подальше. И заметьте, воду рисуем в одном направлении. Она не так штрихуется, не так штрихуется. Она в одном направлении. Это вот самый быстрый способ как раз как показать воду. Плотно к лодочке. И на нет мы ее уводим. Вплоть мы даже дальше может туда уберем. И дальше я беру темно-зеленый какой-нибудь. Пока можно не прям самый темный. Добавляю вниз его лодки. Проверяю. И рисую там где тень. Вот такими мелкими, типа волночками. Потом... Еще вот сюда. Да, нет. Потом можно будет это еще раз перекрыть там более светлым. Зеленым, кстати, как раз мы можем повторить, как мы делали цвет лодочки, чтобы более бирюзовенько было. Постепенно-постепенно мы там водичку делаем. Потом в белых оттенках мы сможем пройтись гелевой. И уже возвращаемся к тем нашим бежевым. Мы рисуем вот этот вот песочек. Тоже можем не до конца. То есть вот каким-то фрагментом. И вспоминаем наши тени падающие. Мы также их рисуем. То есть можно там еще утемнить. Главное, что у нас лодочка. Лодочка. Море морем. Там, да, было. Точнее, речка речкой. Вот она у нас прям проявляется еще ярче. Тень. Тень часто еще дает отражение этой зелени как раз деревья. Сам цвет воды. То есть все взаимосвязано. Небо. Это не фломастер, это маркер. Так. Камушки от камушков тоже будет тень. И еще мы зададим эту текстурку. То есть вот на переднем плане как раз мы можем ее усилить. Ну, примерно так. Так. И камушек можно там еще-еще утемнить. Саму тень хотя бы. Вот. И в дальнейшем уже я смотрю, исходя из всей композиции, куда и что мне подобавлять. Ну, примерно так. Там окна. Утемняю. нашего судна. Это все утемнится. Здесь еще высадится, наверное, эта часть. Если вы хотите сделать, кстати, небо. На самом деле тут еще зависит от того, кто как рисует. Я, допустим, и рисую больше как кисточкой, а кто-то рисует там как маркером, да. Как фломастером, точнее. Привыкли рисовать. И они начинают в этом направлении так делать. Ну, штриховку делать, оставлять. А кисточка, конечно, она задает вот этот более живописный штрих. Поэтому я и говорю, что если у вас пуля и долото, ну, а не кисть, то используйте кисть. Ой, фу, то используйте долото. Так, вот легкий такой прям, легкий-легкий голубой. Почему терплюсь? Терплюсь уже, наверное, скоро и батарейка подсядет. И хочу вам показать еще прям... Хотела бы показать большим маркером. Есть такие большие маркеры. Что-то я его под руку не увидела. Ну, в общем, вот таким образом вы можете растушевать это небо, чтобы оно не было. Но вот к зданию лучше, чтобы оно было четко. И дальше растушевываете. То есть надписи мы можем добавлять по итогу спокойно, что угодно. А, вон она нашла. Так. Вот, смотрите, есть такие вот прям широкие. У него широкое долото. Главное, здесь мне уже сейчас на печать не залезть. И он классно заливает, если прям большие плоскости. Вот. И, опять же, небо можно объединить, дать фон дальше, чтобы у нас объединилось с мишкой. Фон сюда. Вот. И где-то может утемнеть, где-то осветлить, то есть осветлить у каждого свое там видение. Ну, в принципе, в целом мы с вами сегодня разобрали полный разворот, полную композицию. Три локации. Домик, медвежонок, это лавка, это порт. Это совершенно три разных места из одного города, которые очень хорошо между собой связались. То есть мы архитектуру, предмет и лодочку взяли. То есть это совершенно разные предметы, и они между собой очень здорово объединились. Поэтому при выборе композиции, при выборе, что рисовать к данному объекту, внимательно посмотрите, насколько он будет подходить по сюжету к данной композиции. Потому что, ну, к примеру, если бы я дом нарисовала и вот к этому еще один дом, это было бы уже немножко так, переборщилось бы. Если бы я что-то другое нарисовала, это было бы получше. Так. Ну что, прощаемся. Все, я посадила голос. Так, ребят. До встречи. Всем большое спасибо, кто был со мной. Жду ваши рисунки. Сейчас, секундочку. Если остались какие-то вопросы, напоследок пришел мой котик, который явно займет сейчас место под лампой. Так. Так что, всем спасибо. Рисуйте, выставляйте ваши работы. С вами была Ирина Шельменко. И наше трип. Скетч ролл трип. Все. Всем пока. Всем спасибо. Присоединяйтесь с нашим путешествием. И мы с вами отправимся в новые, неизвестные и известные места. И посмотрим на них совершенно по-другому. Все. Мой голос сел окончательно. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Великол moral. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...